Физкульт-привет, дорогие друзья! В эфире программа «Спорт на Дону». С вами Роман Саганов. И сегодня мы поговорим о хоккее, а точнее о хоккейном клубе «Ростов». Время подводить итоги. Сезон позади. Сложнейший, трудный сезон. Представляю наших сегодняшних гостей. Главный тренер хоккейного клуба «Ростов» Григорий Пантелеев и капитан команды Алексей Прохоров. Григорий Владимирович, Алексей, здравствуйте. Первый вопрос вам, Григорий Владимирович. Как оцениваете прошедший сезон? Можно ли занести его в актив вашим подопечным в вашей команде? Ну, я думаю, что, наверное, твердую пятерку можно поставить по сезону. Это наш, наверное, лучший сезон пока в нашей новейшей истории. Участие в чемпионате ВХЛ. И так, как он сложился, я считаю, вполне удачно. То есть пятерка прямо твердая по сравнению с прошлым, да? Потому что даже, получается, в этом году у вас и первые победы в плей-офф получились. Да. Выдались. Да, в том числе. То есть урок извлекли все равно, да? Из позапрошлого сезона, так сказать. Неудачный такой. Ну, мы уроки всегда пытаемся извлекать, да, из любых ситуаций, что касается нашего клуба. И это одна из причин. Но самая важная причина, конечно, основная, я считаю, это то, что многие ребята в нашем клубе выросли. Ну, довольно достойных, да, мастеров за прошлый сезон. И в этом сезоне показали, на что они реально способны. Леш, как ты оцениваешь свое выступление, как сезон? И можно ли себе занести его в актив? Ну, конечно, можно занести в актив. Ну, сезон провел, наверное, на твердую четверку, как личный игрок. Конечно, был небольшой спад, наверное, ближе к Новому году. Но в основном старался приносить максимальную пользу команде. Может быть, что-то не получилось в плей-офф. Как бы все старались, помогали. Но как бы сложилось так, что мы проиграли Тольятти. Тогда у тебя, первого спрошу потом у тренера, что не получилось с Ладой? Потому что, знаешь, после матча мы с тобой когда общались, и я тебе процитировал хоккейных специалистов, которые назвали это битвой чуть ли не титанов вообще ваше с Тольятти противостояния. И при счете даже 0-3 в финальной серии вы смогли как-то склонить, наверное, да, чашу весов немного в свою пользу. Что пошло не так? Почему? Скорее всего, может быть, где-то перегорели, где-то слишком много хотели. И поэтому было очень много сумбура, особенно в первых двух играх. Делали глупейшие ошибки, которые приводили голам. А потом, ну, нам буквально не хватило, может быть, одного гола, который вот решил все. Допустим, не пропустить такой легкий гол в овертайме в последней игре. Я думаю, что мы бы дожали даже эту серию. Ну, вот сразу, да, вот как раз ты предрекаешь вопрос. Последняя игра, которая получилась, вот этот гол, да, можно сказать, курьезный, наверное, занести. Что, устали? Да нет, я не сказал бы, что курьезный, но там индивидуальное мастерство игрока Тольятти решило, да. И тут больше нечего сказать. А что с вами произошло, когда вот при счете 0-3 вы смогли две игры выиграть? Да ничего, я думаю, любой в этот момент скажет, любой игрок, и так же, как и тренер, что нужно играть, бороться до конца, больше ничего. А там, как сложится. Мы вот два раза Тольятти обыграли, я думаю, ну, если бы мы обыграли бы третий раз, то неизвестно бы, как эта серия закончилась. Григорий Владимирович, ваше мнение по серии с Ладой, с Тольятти. Что пошло не так, вот вы, как главный тренер? Ну, я бы не сказал, что прямо с самого начала, потому что, как бы там ни было, все равно мы проиграли только в одну шайбу, первую игру, да. Вот, и был шанс у нас зацепиться и за ту игру, но самая большая проблема, я уже об этом говорил, буквально не так давно, наше исполнительское мастерство, конечно, оставляет желать лучше. Потому что ребята играли даже с тем количеством ошибок, которые мы совершали, даже с тем количеством глупейших ошибок, которые мы совершали, да. Вот, мы создавали достаточно моментов, чтобы забивать голы. Но я уже повторялся, повторюсь и опять же, да, говорил, что если команде соперника нужно 2-3 момента, чтобы забивать гол, нам нужно 5-6. Это просто индивидуальное мастерство, может быть, где-то волнение лишнее, да, хотя я не думаю, что какое-то присутствовало там прямо уж сверх волнение, да, в этих играх. Вот, ребята, все все понимали, но исполнение, просто исполнение. Ну, если взять вот даже регулярку, потому что, если не ошибаюсь, последняя игру с Ижевском, да, вы проиграли с Ушталью, а если бы выиграли, вы бы не попадали на ладу? Нет, нет, та игра ничего не решала. Не решала уже? Та игра, потому что изначально писали вообще, что Ростов может выйти там на молот, на горняк. Проще было бы с ними, если бы, давайте представим, если бы вышли на молот, например? Я не думаю, то же самое было. Была бы битва, были бы плотные игры, я не думаю, что бы какая-то большая разница. Ну, да, они немножко по-разному играют, там есть свои нюансы, но в целом, я думаю, было бы то же самое. Ну, согласитесь, в регулярке были у вас и неудачные игры, когда могли выигрывать, хотя тут и Барс обыграли вы впервые вообще, да, в сезоне, получается, в истории. Два раза. Да, и были прям реально неудачные игры. Ну, без этого ни один сезон. А почему так происходит? Вы можете обыграть лидера, а потом через два-три тура проиграть заведомо аутсайдеру. Ну, может, кто-то не с той ноги встал. Я не знаю, что у них в головах. То, что касается нашей работы, да, подготовки к играм, да, настрою на игру, разжевывание там некоторых моментов, ситуации и так далее, я думаю, мы делали все, что могли. Да, ну, когда ты говоришь одно, а в итоге получается другое, после этого приходится после первого периода забегать с такими глазами, да, и начинать, извините за выражение, говорить им, что они делают не так. И почему так происходит, да, ну, так бывает. Нельзя, знаешь, как это человеческая сущность такая, нельзя все время себя держать на максимуме концентрации там, да, то есть это не всем под силу, во-первых, да, во-вторых, ну, опять же, повторюсь, все люди, да, у каждого может быть любая ситуация. Может, в семье что-то не так, да, может, он спал плохо, может быть, еще что-то, да, и просто иногда физически ребята могут быть не готовы, иногда просто какой-то недонастрой присутствует. Ну, это просто психологически, да, еще, может, в этот момент это идет? Это все психология, и вообще все. Голова забита другим у него, да? Да, 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 это все абсолютно. А как вам получается перенастроить парня, например, даже по ходу игры? Вот вы видите, что он может, да, но чем-то другим он забит. Ну, значит, вот каждому особый подход нужен. Иногда надо вставить, грубо говоря, да, так, мягко, да, мягко, грубо говоря. Вот, ну, вы знаете, тут очень тяжело. У меня бывали, есть игроки в команде, с которыми я пробовал по-разному. Я пробовал его и ласкать, я пробовал и на него ругаться, скажем так, да, вот, и все равно ни в какую ничего не получалось. Но в конечном итоге, не буду называть фамилию, да, вот, он стал одним из лучших игроков после этого вплыва, хотя по сезону у него, ну, много, много чего не получалось. Леш, самая неудачная игра, на твой взгляд, в сезоне, если взять, вот, где должны были выигрывать, но вот что-то пошло не так, где-то что-то, может, сломалось. Ну, обычно такие игры забываются. Ну, тут, с кем мы очки, наверное, теряли в Воронеже, в Пензе. А, дома с молотом, когда булит заработали на последних минутах. Пару выездов неудачных у нас было. Так-то, в основном, даже не помню. Смотри, тогда вопрос такой, знаешь, вот, риторический, наверное. Когда ты совершил ошибку, да, во время матча, который, там, привела, там, голу, например, насколько ты быстро можешь восстановиться, забыть об этом и постараться исправить ее? Сколько тебе времени надо? Сразу. Ну, то есть, надо ее исправлять, стараться и двигаться дальше. То есть, ты не зацикливаешься на этом, да, вообще? Ну, если зацикливаться, я думаю, можно и до конца игры сидеть и думать об этой же. Ну, опять же, тоже и тренер, да, может подсказать, может помочь и где-то вовремя, как говорится, вставить, да? Да. Леш, в этом сезоне ты капитан. Насколько сложно быть капитаном команды? И вот, какие у тебя функции дополнительные? Да я бы не сказал, что прям сложно. Ну, главное это заводить ребят, подбадривать, как бы, чтобы до тренеров это не доходило. Как бы, небольшую химию, как бы, в команде налаживать. А в основном все так же, как бы, нужно быть лидером, главное, на поле, чтобы за тобой тянулись. Ну, и судьями разговаривать еще, да, приходится часто? Ну, это, нет, я помню первая игра, когда вот меня поставили капитаном, потом после нее судьи высказали то, что слишком, ну, как бы, часто подъезжал. Вот, поэтому, как бы, это в основном дело тренеров, мне кажется, как бы, чтобы, а судьи сами подъезжают, объясняют, в чем ошибка, а там роль капитана вообще ничем не влияет. То есть, после первой игры ты перестал разговаривать с судьями, да? Да, я старался делать меньше. Лучше от греха подальше это все сделать. Как ты настраиваешь своих партнеров в перерыве даже, да, ребят, взбодришь? Или давай по-другому. Кто у вас такой, самый главный заводила, который может взбодрить команду, если не ты, например? Да все, все пацаны прекрасно понимают. Тренер улыбается. Мне просто самому интересно, кто. Ну, тренер, например, до установки и вышел из раздевалки. Кто у вас там кричит, парни, давай порвем их? Не, ну, в основном это капитаны и помощники, капитаны, ассистенты. Получается, Жека Петриков. Вот, как раз, да, вот. Нет, в основном, ну, все друг друга стараются подбадривать и нету такого, чтобы, как бы, кто-то один всегда говорил все вместе, потому что мы одна команда, мы, как бы, мы друг за другом уходим побеждать. Вот нету каких-то явных лидеров в этом плане. А кто может вовремя пошутить, сказать нужную шутку, чтобы развеселить, когда все поникшие, например? Антипов тоже такой вот у нас есть. Балабул. Григорьевич, а вы, получается, такой прям строгий наставник, да, потому что... Или шутите все-таки с командой? Можете зайти, какую-нибудь такую байку рассказать в перерыве? Ну, у нас больше шутят Сергей Николаевич. Не, ну, я тоже могу, да. Ну, это нормально, ничего такого здесь нет. Потому что всегда во время матча я даже к вам боюсь подходить, потому что вы настолько сконцентрированы, настолько строгий тренер. Я даже иногда думаю, когда вы идете в раздевалку, я думаю, сейчас там такой разнос будет вообще, ребята. А вы еще, кажется, шутку заходите, рассказываете. Ну, в основном эти шутки бывают перед игрой. То есть во время матча, да? Во время матча бывает редко. Бывают какие-то смешные ситуации, спонтанно, которые, да, могут возникнуть. Кто-то упал неудачно, да? Ну, кто-то упал неудачно или что-нибудь случилось такое в раздевалке там. Чихнул кто-нибудь или еще что-нибудь. В тот момент, когда тренера там разговаривают, дают установку. Не, бывает момент. Но в основном, если мы видим, что ребята слишком зажатые, да, если мы видим, что это, к примеру, там, не знаю, может быть, четвертая игра уже, да, уже ни эмоций, ни сил нет, абсолютно ничего, да. Иногда где-то пытаемся, да, какую-нибудь шутку сказать, чтобы немножко какие-то эмоции появились. Потому что у нас даже по ходу этого сезона частенько бывало, когда я чувствовал, что эмоций просто нет. Они сидят все обреченные, смотрят, уткнулись куда-то в одну точку. Вроде все понимают, все осознают, да, и физически вроде готовы, а эмоций нет. А у нас нельзя без эмоций. Это как, наверное, в любом командном виде спорта. Да и не только в команде. Это в спорте вообще. Вообще в спорте, конечно. Без эмоций никак. Эти эмоции не должны зашкаливать, потому что если они зашкаливают, то это идет во вред, наоборот, да. Ну, из Тольятти получился у вас такой момент, что добирались на автобусах, да, вот, исходя из того, что аэропорт закрыт в Ростовской области. Насколько сложно это было, насколько это на физическое состояние ребят повлияло? Ну, во-первых, мы добирались на двух автобусах, да, чтобы ребята все-таки могли как-то вытянуть ноги, постараться там лечь на креслах, да, автобусах. Было чуть полегче, нежели когда мы добирались, если бы то, во время сезона, да, все-таки нам руководство пошло навстречу. Мы заказали два автобуса, и это было непросто, учитывая то, что как раз началась вот эта ситуация, которая сейчас у нас происходит с Украиной и так далее. Вот очень много автобусов было задействовано для беженцев и так далее, то есть тоже непросто было найти эти автобусы. Ну, я скажу так, все были в одинаковых условиях. Что они, что мы. Сетовать на то, что они были где-то больше уставшие, чем ладо, нет смысла. Дорогие друзья, это была первая часть нашей программы, так сказать, первый период хоккея. Мы поговорили о, подвели итоги сезона, подвели итоги плей-офф с Григорием Пантелеевым и Алексеем Прохоровым. На сегодня пока все, увидимся ровно через неделю и продолжим говорить о хоккейном клубе Ростов.